Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитика SwissQuad». Это любимая передача биржевого трейдера, и поэтому он уже пришел, уже сидит в первом ряду, с ручкой, с блокнотом готовится записывать. Иногда поглядывает на свой нано-монитор. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что думают аналитики швейцарского банка SwissQuad, который оказывает широкий спектр услуг на рынке. Давайте даже посмотрим на них. Прежде всего, отмечу, что под главным экраном есть баннер SwissQuad банка «Обзор рынков». Нажимаете на него и попадаете на страничку сегодняшнего обзора, который называется «Австралийский доллар. Доллар меняет направление вверх». Русский выбираем и попадаем на страничку обзора. Сейчас мы подробно по нему пробежим, но сначала хочу обратить ваше внимание на то, что наверху есть вкладочка «Рынки и котировки». Вот если вы нажмете, на русском языке, естественно, все есть. Можно язык вот здесь выбрать, нужный вам. Так вот, рынки и котировки, вы можете посмотреть, что на платформах, на разных платформах швейцарского банка, напомню, SwissQuad банк, который оказывает брокерские услуги, вы можете торговать на следующих рынках акции североамериканские, США и Канады, европейские акции, немецкие, итальянские, другие, британские. Вы можете торговать деривативами, акционами, фьючерсами, ETF-ами, индексами, форексом, криптовалютами, товарным рынком, облигациями и так далее. Поэтому, коллеги, SwissQuad банк, он, на мой взгляд, подойдет любому российскому инвестору, кто торгует на зарубежных рынках. И управляет, там, напомню, есть управление, в том числе знаменитые МАМ-счета, о которых мы много говорим. И любое физлицо может создать счет и управлять им до 1 января следующего года, напомню, это абсолютно легально и законно. Далее, коллеги, давайте посмотрим, что говорят аналитики SwissQuad. Это в 7 утра появляется аналитика, поэтому всех приглашаю смотреть и без меня. А мы сейчас посмотрим с вами, что говорят аналитики. И будем смотреть на платформе MetaTrader четвертой компании SwissQuad. Компании брокера SwissQuad банк. Точнее будет сказать, дошли ли рынки до этих целей или еще нет, еще есть время зайти. Евро-доллар, коллеги, ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1.11 и видят глубокую цель 1.10.60. Давайте смотрим MetaTrader и смотрим евро-доллар в моменте. 1.10.69. Мы били сегодня, друзья. Сейчас уже откатываем. Ну, практически до цели мы дошли. Здесь была цель 65. Так что, коллеги, мне кажется, цель уже, поскольку практически реализована, мне кажется, теперь уже пришло время отката. Напомню, это прогноз в 7 утра. Сейчас уже все. Вот эти так, на всякий случай, 12.20. Фунт видят также вниз, коллеги. 1.21.05 предполагали, что ударится. При этом ключевая линия сопротивления расположена выше, на уровне 1.21.45. Давайте посмотрим, что произошло на фунте. На фунте, в моменте 1.20.91, а лой был 1.20.81. Здесь у нас цель 1.21.05. Пробили глубже, пробили глубже, преодолели. И это знак того, что можем мы ниже пойти. Тут даже план уже перевыполнен на сегодня. Дальше, друзья. Доллар, японская иена. Видят цель, в 7 утра видели цель сегодняшнего дня, 106.95. Доллар иена. В моменте 106.31. А доллар иена не пошла. Доллар иена пошла вниз, поднюю минусовая. Дальше, коллеги. Доллар и франк ждут наверх, ждали утром наверх, 0.98.45. По факту, открываем доллар и франк, 0.97.90. Тоже не пошел наверх, доллар и франк. Тоже развернули его. То есть евро и фунтик попали в направление, а иена и франк не попали, друзья. Почему, очень важно, почему мы делаем с вами этот обзор в 12 часов, потому что мы как раз видим, какие прогнозы срабатывают, какие нет. Я, кстати, хочу отметить, что евро и фунт очень часто попадают в ноту, коллеги. Вот эти два прогноза, я считаю, что можно абсолютно точно использовать. Далее, друзья, доллар-канадец видят 1.33.70 сегодня. Давайте смотреть вместе. Доллар-канадец 1.33.28 в моменте. Идут наверх, но до 70 еще 40 пипсов. Мне кажется, вполне могут показать. Третий день идем наверх. Вот это, мне кажется, направление верное, но самый недореализованный прогноз. Поэтому покупка доллар-канадца, мне кажется, наиболее интересна из того, что мы с вами увидели. Далее, друзья, австралийский доллар-доллар видят 0.6805, коллеги. Открываем австралийца. 0.6770. Тоже направление угадано верно, но обратите внимание, мы там уже были. Мы уже были на этой отметке сегодня. И уже вскативать, так сказать, пытаться еще раз ехать в этом же направлении, мне кажется, рискованно. Что-то, пока мы это уже проехали. Далее, друзья. Доллар-турецкая лира. Сейчас, коллеги, одну секунду. Видят коллеги наверх движение. 0.56970. Я лира не торгую, хотя можно, наверное, вывести тоже ее. Раз они ее постоянно в обзоре используют. Швейцарцы, смотрите, турецкую лиру активно продвигают. Она в Швейцарии, турецкая лира почему-то всегда звучит. Почему? Интересно. Так, коллеги, германский индекс. Видят его на 11930. Давайте посмотрим, как он сейчас себя ведет. Открываем D30, DAX. А он пошел вниз. Нет, наверх не пошел. Понятно. Следующее. S&P 500, бычий настрой при проливе вверх 2890 пунктов. И видят на 2980. Так, глубоко наверх видят коллеги. Давайте смотреть. S&P 500 2922. Здесь направления попали абсолютно. Еще цель не достигнута. Вполне, вполне. И сегодня в течение дня можем. Тоже интересно. В этом инструменте можно встать, постоять. На мой взгляд, еще ничего не упущено. Золото, коллеги, видят вниз 1485. Давайте смотреть, что по факту случилось за последние 5 часов. 1502. Не попали в направление здесь, коллеги. Золото укрепляется. Серебро видят вниз 1666. Вторая нефть видят наверх 5730. Давайте смотреть WTI. Что у нас в моменте. 5484. Как это получали бренд? WTI. Значительно 5730 и 584 не состоялось этого движения. Этого мощного движения не состоялось. Вот такой, друзья, план. А я, кстати говоря, давайте посмотрим еще доллар. Доллар китайский юань, как себя чувствуют. Мы здесь его регулярно смотрим. 7,07,28. Вчера доллар к юаню вырос. Ну и идет в рамках торгового диапазона коллеги. Мне кажется, постоять наверх можно вполне себе. Заработать на доллары, на движение вверх. Вполне, вполне себе, друзья. Знаете, пробой. Откат. И явно-явно мы идем с целью вперед. На уровень 7,10, друзья. Сейчас 7,07, на уровень 7,10. 300 пипсов постоять. Почему нет? Коллеги, а давайте поторгуем. Сейчас я доллар в турецкую веру себе поставлю. И вот доллар китайский юань. Мне кажется, очень интересная пара. С учетом последних событий. Вот так, друзья, выглядит рынок с точки зрения аналитиков SwissQuot. Они переводят на русский язык. В 7 утра выкладываю. Поэтому всех приглашаю смотреть эту аналитику. Ссылочку на текущую аналитику даю в чате. Так что торгуем и зарабатываем вместе с обзором рынков от компании SwissQuot. Я, честно говоря, думаю, как-то надо поставить ее пораньше, на более ранний срок. Сейчас подумаю, как это сделать. Потому что раз она в 7 утра появляется, нужно ее пораньше смотреть. Хотя то, что мы делаем с вами, тоже интересно. Смотреть, какие прогнозы уже отработали за 5 часов, какие не отработали. И вот по ним, по этим идеям тоже можно входить. Потому что часть прогнозов, на мой взгляд, вполне-вполне еще просто в самом начале пути. Не все отрабатывается быстро, и в них еще можно спокойно заходить. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.